Продолжение следует... И вот это, что вы получаете, беря 30-100 запросов, даже самых-самых частотных. В чем беда? Значит, если у любого, абсолютно любого сайта семантика достигает 70 тысяч запросов, то собрать это все вместе руками очень сложно. Если вы начнете это оптимизировать, даже собрав, то вручную проработать достаточное количество страниц для того, чтобы собрать эту семантику, ну, не знаю, это год, два, три, ну, это застрелиться можно. То есть, в принципе, может быть, у вас бизнес перестанет существовать, или вы продадите к моменту, когда вы проработаете все страницы для 70 тысяч запросов. Это большие затраты. Что делать? Вот есть вот такой подход, подход автоматизации. Да, он требует много ресурсов на стартовом этапе, требует большой переделки структуры проекта и переделки головы, но он дает результаты. Посмотрим. Представим себе, что есть такая тематика, как чехлы для телефонов. Вот варианты запросов прямо из зала. Как вы думаете, какие могут быть запросы? Купить чехол. По моделям. Хорошо. Чехол плюс модель. Всего там 30 моделей, 30 запросов получили. Супер. Вот, вот, вот. Чувствуете? Представляете, ведь может быть запрос не просто купить чехол, а купить чехол белый 7 дюймов, купить чехол айфон кожаный с ремешком. Этих запросов сотни тысяч. Вот давайте посмотрим на примере, вот на таком. Всего 486 товаров. У нас есть достаточно много разных свойств. Цвет, материал, бренд, их очень много. Если подумать, их десятки. И внутри каждого такого свойства есть свое собственное значение. Например, у цвета синий, красный, зеленый, белый, их много. У материала их много. Итак, посмотрим. Значит, берем два свойства. Цвет и бренд. Всего лишь цвет и бренд. И перемешиваем. Внутри каждого такого свойства примерно 15 значений. Ну, вот в такой тематике. Два элемента взяли, это примерно 500 запросов. Если мы возьмем три элемента, это будет примерно 22 тысячи запросов. Пойдем дальше, там порядка 13 свойств сразу набегает. То есть это уже там сотни тысяч запросов. Понятно, что некоторые из них нулевые. Понятно, что некоторые из них могут не давать трафика. Но подумайте вот о чем. А если для того, чтобы получить эти запросы... Вот если объем работы, который необходим, чтобы получить 5000 запросов, 22 тысячи запросов и 130 тысяч запросов, он одинаковый. Вы один раз делаете эту работу, а дальше вам не важно, сколько вы обрабатываете запросов. Даже если 50% этих запросов нулевые и только 50% дают хороший трафик, мне все ли равно? Вы просто посчитайте, что такое один заход по 50% из 22 тысяч запросов. Это 10 тысяч заходов. А вам достаточно добавить еще одно свойство, и у вас уже 70 тысяч запросов. Добавить еще два свойства, и у вас уже там 130 тысяч и так далее. Главное думать и работать с умом, потому что есть очень большая опасность залететь с Яндексом на слишком большой объем мусорных страниц. Об этом расскажу. Итак, пример по автоматизации. Вот пример разложенной семантики. Это еще не сами запросы, это только тема свойств и их возможности. Она по-настоящему безгранична. То есть это можно листать, уходить вглубь, разбирать на подразделы. Охват аудитории. Вот это все люди, а это те, кого мы захватим таким образом. То есть практически любой запрос, который человек сможет придумать, мы сможем дать на него хороший релевантный ответ. Если у вас стандартный каталог на сайте, у него есть очень много проблем, которые мешают ему сделать вот так. Во-первых, у вас фильтры. По фильтрам робот не ходит, он не может их выбирать. Во-вторых, в большинстве каталогов динамическая выдача, вследствие чего заголовки, тайт-лани общие, тексты общие. То есть страничек этих нет для поисковика. И URL динамический. То есть все, что вы там сделали, оно не индексируется. Значит, как это сделать? Как сделать такой невыносимый, сложный, ручной труд под 5000 запросов, сходу все это проработать? Вот посмотрим на конкретный сайт, в котором сделан, например, так, как я говорю. Значит, выбран фильтр. Какой там он выбран? Уралокерамика, это бренд. И цвет бежевый. Этот фильтр передает значение сразу же в тайтл. То есть у нас идет префикс, например, интернет, магазин керамической плитки. А дальше идет значение двух фильтров. Уралокерамика, бежевого цвета. Дальше идет какой-нибудь постфикс, там, любой, какой нам нужен для красоты, там, купить, продать все, что хотите. Значит, ровно, вот у нас подчеркнут тайтл. Ровно то же самое мы видим в заголовке. Керамическая плитка, уралокерамика, бежевая, в СПБ. То есть выбор любого фильтра позволяет нам сохранить эти данные, передать их в H1, в URL, в тайтл и так далее. Пример вот с URL, где мы видим, вот отдельно он выделен, как будет строиться URL. При этом для каждого фильтра мы формируем статический алиаз, то есть страничку, которая реально существует, которая индексируется. Для любого варианта пересечения фильтров мы заранее создаем страницу с этими товарами. Но только для тех пересечений, где товары возможны. Вот примерно контент, который мы получаем. То есть выбрали уралокерамика, бежевый. В выдаче на сайте мы получили весь бренд уралокерамика, бежевого цвета. Получается, человек, который набрал купить керамическую плитку уралокерамика бежевая, допустим, он получил хорошую страничку, которая легко вылезает в топе. У него тайтлы, H1, там можно и текст погенерить. Хороший товар, кликает, покупает, конверсия высока, потому что изначально то, что он искал, он получил. Какие есть грабли и проблемы? Проблем на самом деле очень много. Проблем на первом этапе при работе больше, чем в видимой пользе. Действительно сложно. Первое. Нужно назначать свойства. Это достаточно сложно, потому что, как правило, у товаров эти свойства изначально не назначены. И вам нужно их придумать и назначить. Это огромный объем. Назначать их нужно группами. Их можно назначать автоматически или вручную. Как можно автоматически назначить? У вас есть, например, чехлы розовые и чехлы со стразами. Автоматически можно всем таким чехлам присвоить фильтр женский. То есть не нужно проходить все вручную. Это можно делать с умом и правилами. Можно на самом деле находить новые свойства и расширять их. То есть когда вы добиваетесь потолка в своих свойствах, вы можете легко придумать новое свойство, которого нету, но которое вполне лаконично в этом товаре. И по нему тоже будут искать. Теперь самый главный баг во всей этой истории. Если вы возьмете и сделаете сходу 22 тысячи страниц, на которые будут переходить в год по 5-6 человек, на каждую из таких страничек, пусть даже нас будет стоять в топе. Это будет резкий рост страниц, которые не очень востребованы в поисковых системах. Это вызовет большие проблемы и санкции с поисковыми системами. Поэтому вот такие игрушки нужно открывать постепенно. То есть сначала пересечение одного фильтра, потом пересечение двух фильтров, трех и так далее. До третьего уровня в среднем можно дойти где-то за полгода-год. Ну, когда там несколько сотен тысяч страниц. Следующая вещь. Очень важно делать шаблоны данных. Необходимо заранее создавать шаблоны заголовков, тайтлов, H1. Причем очень важно создавать их так, чтобы для каждой категории он был свой. В каком-то случае сначала нужно ставить цвет, потом материал, потом тип застежки. В каком-то случае нужно сначала ставить производителя, потом бренд и так далее. То есть если у вас много товаров, общие шаблоны делать нельзя. Ну, это там понятно. Теперь про усилия и про результаты. Вот в среднем интернет-магазине это плюс 600 запросов в топ-10 уже там через два месяца. При этом это не низкая частотка. Это запросы с частотой тысячи больше могут быть. При условии, что механика уже вся готова. Я убираю срок, который потребуется на разработку. Зачастую бывают такие проекты, где переработать каталог занимает еще полгода. То есть это зависит на самом деле реально от сайта. Шесть месяцев это порядка трех тысяч запросов. На хороших сайтах, где быстро идет разработка, дальше идут десятки тысяч трафика. Пример сейчас покажу. Так, пробегаем. Ну, понятно, что хороший охват, хорошая конверсия. На таких страницах, в принципе, конверсия в среднем чуть повыше, чем на простых страничках, где вы по запросу отдаете человеку вообще все, что у него есть. Идем дальше. Значит, у нас еще есть карточки товаров. И если еще поработать с карточками товаров, то вы получите еще один взрыв. То есть представьте себе, по той же самой схеме отработать сами карточки. То есть чтобы они также вам отдавались по огромному числу запросов. Итог. Не понял. А, это пролетело. Собственно, итог был. У меня, кстати, почему-то пропал один кадр, к сожалению. Потом посмотрю. У меня здесь был кадр с графиком, как растет посещаемость. Посещаемость. Не знаю, почему пропал. Видимо, когда рекомендую посещаемость удалил. Там был очень красивый кадр. Кто хочет, потом подает, покажу. Рост примерно взрывной. То есть с момента, когда запускаются эти карточки, там такими ступеньками просто рост. Там, не знаю, с посещаемостью в 2-3 тысячи, там 8 тысяч, 12 тысяч, 15-им такими взрывами. Каждый апдейт, вот прошел апдейт, сразу рост посещаемости. Не знаю, как пропал он. И совсем немножко реклама, чтобы уложиться в французский метраж. Совсем чуть-чуть. Первое. У нас 23 июня будет еще одна конверсия, наподобие такой в Петербурге. Кто хочет, приходите, записывайтесь, подходите к нам на стенд. Мы сможем дать вам маленький подарок для снижения затрат. Купон на скидку уже сейчас можете получить, если запишите. Это 50%, но конкретно вот этот купон, он действует только 2 дня. Если вы не оплатите в течение 2 дней, 50% вы не получите. У нас на стенде есть еще один купончик, чуть подольше, заходите, дадим. Второй момент. Если вы хотите быть в курсе событий, то подписывайтесь вот на этот канал. Это рассылка всех хороших, классных, интересных событий и мероприятий. Скажите, а кто из вас получает рассылку Тринета? И кто пришел сюда по рассылке? Ну вот это вот люди, которые уже получают, вы можете у них спросить, является ли эта рассылка сильно спамной, сильно некрасивой или сильно неудобной? Там информация только про мероприятия. Ну и последнее. Мы ищем больше сотрудников, специалистов в разных областях. Если вы как раз вот такие, то подходите на стенд, пообщаемся. На этом спасибо. Вопросы мне задать, наверное, не получится, потому что хрометраж. А хотя, слушайте, есть как раз 4 минуты, я уложился быстрее, чем хотел. Давайте вопросы. Давайте я подойду. А кто просил? Не возникнет проблем с индексацией вот этих всех страниц, когда они в таком объеме будут? Доклад читаю второй раз. Второй раз я понимаю, что я не акцентирую внимание на этом моменте. Я же сказал, если вы сразу все запустите в Яндекс, то наступит большой коллапс. Вас вообще могут выкинуть. Вы должны отпускать кусочками, частичками. Но если у вас, например, 13 свойств, я бы делал пересечение одного свойства, не более чем 5-6 значений. Это уже сотни страниц. Если у вас внутри одного значения мало свойств, значит можно два значения сразу. Тут надо смотреть на объем. Ну, 500-600 страниц за раз, это нормально. То есть в индекс вошли, можно следующее пихать. Вот как он у нас индексируется, так и запихиваешь. Мы запихивали порядка 70 тысяч страниц где-то за 4 месяца. Ну, постепенно повышая. Но при этом мы специально отлавливаем вот те страницы, которые вообще не пользуются спросом, или пересечения, которые невозможны, или пересечения, у которых никогда нету частоты, мы их убираем из индекса, то есть мы их закрываем, чтобы не было откровенного мусора. Вопрос в этой статистики. Она при каком уровне усилий по продвижению, скажем так? Просто тупо апдейты, выкладываем апдейты и все, или что-то еще делалось? Нет, чтобы эта штука работала, я не знаю, будет ли она работать сама по себе, но параллельно идет аристократическое продвижение по списку из 100 запросов. То есть есть некая ссылочная масса, поведенчески отрабатывается, но фишка в том, что когда запускается параллельно вот эта вещь, она просто делает огромный такой хвост. И вот это вот то, что дает аристократическое продвижение, и вот это то, что дает все остальное. Да, да, это я вот так называю. Потому что она такая непыльная, спокойная, ссылок купил, подождал, купил, еще в Минусинск попал, ссылки снял, вышел из Минусинска, ссылки опять поставил. Ну как бы аристократично. А страницы получаются отличные на одно слово, это нормально? Они не получаются на одно слово. У них другой тайтл, у них другой заголовок, у них другой набор товаров. Самое главное, можно генерить тексты. В сайт-мапы тоже все эти страницы, десятки тысяч страниц? Они должны добавляться так, чтобы на них был статический адрес. Конечно, они не проиндексируются. Вопрос, собственно, уточняющий. То есть как мы отдаем роботу эти страницы? То есть через сайт-мап только или еще где-то на сайте? На многих сайтах это реализовано, вы просто этого не знаете. И вы очень часто приходите на большие сайты и даже не видите, что вы попали не на фильтрацию, а на статический URL в виде алиаса. Видели такую штуку «Показать 68». Понимаете, выбрали ссылочки, отметили галочку, схоп, так, «Показать 68». 68 – это ссылка на статическую страницу. Что, простите? А вы не ко мне. Пользователи, получается, когда он по фильтрам идет, там как бы другие отрицают. Еще раз. Задача в том, чтобы человек не с сайта попал на эту страницу, а пришел на нее из поиска. Робот находит в странице, потому что внутри фильтров… Первый способ. Когда напротив, например, галочка – это галочка, а нажатие на слово – это статическая страница. Или нажатие левой кнопкой – это выделить фильтр, нажатие правой кнопкой – это ссылка на страницу. Или напротив каждого значения фильтра в скобочках «Сколько товаров». Или какой-нибудь иконочка-значок. То есть там миллион способов хищения как это сделать. Либо сделать ниже значение всех фильтров в виде «Наш выбор», «Наши рекомендации». То есть реализация – это к дизайнеру и к юзабилисту. Важно, чтобы было наличие этих ссылок в коде, иначе робот не найдет их. Ну, мы обычно дублируем. А если фильтр «Майка» и «Зеленая», а там «Зеленая» и «Майка», как это вот? Очень хороший вопрос, супер. Смотрите, как бы действительно, если человек набирает сайт по продаже «Майок», и есть «Майка» «Зеленая», и есть «Майка» «Хлопковая». Если человек нажмет сначала «Хлопковая», а потом «Зеленая», то будет «Хлопковая» и «Зеленая», а если наоборот, то будет наоборот. Плохо. Две страницы с одним контентом. Очень важно назначать, это я не сказал, к сожалению, ну, там пропустил, очень важно назначать приоритеты, чтобы неважно, в каком порядке человек набирает фильтр, грубо говоря, сначала был цвет, если есть цвет, потом бренд, если есть бренд, ну и так далее. То есть, чтобы была иерархия. Тогда неважно, в какой последовательности, какие фильтры будут выбраны, каждый раз будет создаваться для одинаковых условий, только один URL, один H1, один title. Понятно, да, механизм? Эта задача такая, уровня там пятого класса для программиста. Просто надо предусмотреть. Еще вопрос? Так, а что так? Одна половина работает. Вопрос. Вам получится ли вот это получить на, скажем так, урлах с запросами, с параметрами? Урлы, когда вы передаете параметры, ну, посмотрите, если это динамический URL, то как бы это плохо, если он статический, то... А там изначально у меня в примере передаются параметры в URL. На этом заканчиваем. Следующий докладчик, потому что у меня ровно 20 минут прошло. Извините. Спасибо.